Всем привет, друзья! С вами Болтарец, и мы продолжаем проходить игрушечку Ласт Топ. И в прошлой серии, в прошлой главе, Джек решил от нас свалить, вы представляете? Говорит, всё, не хочу, не буду, буду строить свою собственную жизнь в новом теле. Но мы ни в коем случае не должны этого допустить. Ведь у нас есть зацепка, у нас есть кое-что, что, возможно, позволит нам обратно поменяться своими телами. Тот же самый госпиталь, где лежит матушка Донны. Сюда же, собственно, и попал Джек. У него сердечный приступ, кто не попросит. Здравствуйте, вы прибыли с мистером Смитом, верно? Вы родственники? Где Джек? Я хочу его увидеть! Мы родственники, да. Да. Это Молли, его дочь. Понятно. Боюсь, что положение довольно серьёзное, и его поместили в реанимацию. Если будете ждать в комнате ожиданий, мы сообщим вам, когда появятся новости. Мы хотим его увидеть! С ним всё будет хорошо? Если вам нужно связаться ещё с кем-то из его родственников, сейчас самое время им сообщить. Ну, он ведь будет в порядке. Боюсь, что ещё рано об этом говорить. Он может не пережить эту ночь. Нет! Спасибо. Я... я им сообщу. Интересно, а что произойдёт, если он действительно отдаст Богу душу? Ну, просто там же, как бы, наше тело... Джек умрёт! Не надо так говорить, доча! Это не честно! Он заболел только потому, что он в твоём теле. Я не должна была заставлять тебя есть те наггетсы. Ну, ты права, это не честно. Я не хочу, чтобы Джек умер. Он мне нравится. А если он умрёт, меня заберут, да? Да, вот в этом-то, кстати, и проблема. Ну, на самом деле, он парень-то неплохой. Только сытца, да глухой. Никуда тебя не заберут, Молли, успокойся. Да меня только сейчас дошло, что сейчас в этой главе, ребята, что-то должно произойти. Потому что все, все наши герои сейчас окажутся здесь. Владыка Вейпа, так, мы готовы, постарайтесь что-то там сделать. Прийти вовремя. Потому что, играя за женщину, Эми, Эми, которую подстрелили в прошлой серии, тоже сюда привезут. И тут же мать Донны лежит. Сейчас я пойду и узнаю, что там с Джеком. Что-то должно произойти, ребят. Я в это искренне верю. Потому что, пиздец, сколько... Мне нужно на минутку спуститься вниз. Можете, пожалуйста, присмотреть за моей дочерью, пока меня не будет? Конечно. Буду за ней приглядывать. Мы бежим к владыке Вейпа. Привет, это Шасс, оставьте сообщение. Шасс, это Джек. Слушай, Джон в больнице, пожалуйста, приезжай, как только получишь это. Ведь сестра все объяснит. Спасибо, Шасс. Ты хороший друг. Ну, если она, конечно, приедет. А то мы же нет. Ускоряемся быстрее, быстрее. Давай, 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 давай. Я не понимаю, почему он не может заказать такси. Нет, ты не умрешь. Джек, ты будешь жить вечно. Он вообще ни в какую не хочет пользоваться услугами такси. У меня получится. Ну, а с другой стороны, как бы, ну, в новом теле, почему бы его не испробовать? Мы это могем. Ладно, раньше мы были жирные, лысые и в возрасте. А где-то рядом церковь. Кстати, так говоря. Я думал, это большой город, а оказывается, тут все так рядом. Здравствуйте. Ты прям в последнюю минуту думал, что не явишься. Нам нужно спешить. У нас очень мало времени. Давай, сюда. Знаешь, а у этого магазинчика богатая история. Моя семья открыла его много лет назад. Да, мы здесь всяким торговали. До электронных сигарет, туда же прачная была. Обувь чинили, похабные журнальчики продавали. Так что... Да что угодно вообще. Фактически владелец здесь Фрэнк. Да, он тут не бывает. Сказал, что делает мне одолжение, позволяя управлять магазином. Но мне кажется, что ему просто не нравится запах нашего товара. Правда, странно, как некоторым людям не нравится запах каких-то вещей. Мне вот чертовски нравится, как здесь пахнет. А мне нравится запах метро. Ну вот мы и прибыли. Как-то ссык это, ну ладно, пойдемте. Ох, добром это не кончится, чую, а. Что это за место? Кажется, я плохо объяснил. Ты готов к путешествию по ту сторону галактики? Что это такое? Портал! Хочешь увидеть Фрэнка? Это единственный способ. Ну, вообще-то это не то, что я ожидал. Это вообще какая-то дичь. Какая еще нахуй та сторона галактики? Ты спятил? Слушай, у нас нет времени. Он не будет тебя ждать. Я думал, ты готов к такому. Ну... Придется идти? У нас нет выбора. Вот это другое дело. Теперь самое важное. Это жетоны перемещения. Один для входа, другой, чтобы вернуться. Не теряй их, ладно? Без них иначе не вернуться. Когда прибудешь, попытайся найти магазин Фрэнка. Он тебя узнает. Спасибо. А как твое имя? Я уже сказал. Владыка Вейпа. Поторопись. Нахуя мне вообще знать, как его зовут? Владыка Вейпа? Он и в Африке Владыка Вейпа. Тем более, в такой момент спрашивать, как его зовут. Да нахер он нужен? Ну, дела, ребята. Ну-ка, ну-ка. Пизда. Мы не вернемся. А может быть, это жетон входа? Тогда мы и не войдем. Хорошо, погнали дальше. Мина Хьюз. Слушайте, ребят. Эпизоды, они становятся все короче и короче. Это куда вообще катится? Это никуда не годится. Да, поскольку, как я уже говорил, все мы в этой больнице сейчас окажемся. Каким-то чудесным образом мы все должны переместиться в тот мир, я так понимаю. И там все вместе мы уже встретимся. Возможно, даже возьмемся за руки и будем водить хороводы. Кто знает. Это наш дом. Дорогой я дома. Я сегодня пришла вовремя. Ну, почти. Мисс Эмми Инн. И дальше я не успел прочитать. А, нет, какой домой. Мы к Эмми пришли. Нам нужно собрать все улики против нас. Она же следила за мной. Это она, насколько, ребят, вы помните, записки-то подбрасывала, а? Дрянь такая. Ну же, Эмми, что у тебя на меня есть? Сейчас мы проверим. Нужно найти ее комнату. Что здесь? Пылесос, чумодан, совок. Это вообще шкаф под лестницей. У нее животных-то нет. А то сейчас какой-нибудь Ротвиллер, блядь, тут выскочит, сожрет меня нахуй. Так, хорошо. Это уже другое дело. Что у нас здесь? Фотоаппарат. Так, 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 так. А это у нас что такое? Досье. Угу. Как она вообще это раздобыла? А можно почитать-то? Аугуст, начальник штаба армии Министерства обороны, четвертый этаж зоны, Кью, главный корпус, так, 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 так. Особенно следует отметить ее службу в 20... Так, все это понятно. Она гордость своего подразделения. Патрель покидает ряды вооруженных сил спустя 6 лет безупречной службы. Мы желаем ей всяческих успехов в гражданской жизни. Благодарю вас за личное письмо от 2 сентября. Связанное с кондициальным отчетом. Сколько здесь всего? Так, ну это я определенно возьму. Это мне пригодится. Еще и ключ. Отчего ключ? Может быть мне все-таки стоило почитать это досье? Но ключ явно должен что-то открывать. Это я знаю точно. Скорее всего мы откроем сейчас какую-нибудь комнату. Пароль. Она прослушивала мой телефон. Это уже все старое. А у меня есть инвентарь, потому что, блядь, я случайно на один-то нажал, а на самом деле я хотел прочитать. Хотя бы чуть-чуть что-то было написано. Ну ладно. Давайте используем ключ. Сто процентов он от одной из этих дверей, да. Что за... Мы вышли. Мы вышли на нее. Ты серьезно? Подождите, а что там на фотографии делал Джек? Что-то я не понял. А, ну типа это наш друг. Ну ее друг, друг Эми. Где эти фотки? Да. Это отец. Это наш отец получается. Это тоже она все видела. Хорошо. Блядь, какая коварная-то оказалась. А? Пароль у нас есть? Вводим. А вот она и переписка. В этот раз я прочитаю. Задание от Хейл Питер. Кому, Эми? Выполни задание до конца, Хейл. Оригинальное сообщение. Мое задание, сэр. При всем уважении к вам, у меня начинают появляться серьезные сомнения по поводу этого задания. Когда вы попросили меня изучить Хьюз, я был благодарен за оказанное доверие. Однако, чем глубже я копаю, тем труднее мне понять ваш интерес к ее персоне. Та Мина Хьюза, которую я читал о военной академии и в Сандерхерсте, кажется лишь идеализированной поделкой. В реальности Мина мира это эгоистично, недисциплинированно и к тому же занимается сомнительными видами деятельности, многие из которых могут представлять собой угрозу безопасности. Очевидно, что в глубине души ей нет дела до Q3D. Сэр, могу ли я предположить, предложить и приостановить мое наблюдение? Уверена, что больше ничего про нее не узнаю. А результаты уже исты. И если это задание было проверкой моей преданности к вам и всей организации, надеюсь, я продемонстрировала и то, и другое. Я, безусловно, пытаюсь делать все на благо компании, но считаю, что мои навыки лучше пригодятся в других областях. Вы представляете, что? Это босс, это босс, это вот эта вот тварь, которая нам в лицо улыбалась, на самом деле, за нами устроила слежку. Вот сукин сын! Это же он? Да. Это он все запланировал. Ну, сейчас мы придем, блядь, разнос тут устроим. Мы уже врываемся. Ты водил меня за нас, сукин-то сэр! Так, Хьюз, успокойся. Нет! Сначала объясни, какого черта ты задумал. Окей, ты мне подловила, а теперь успокойся. Эми мертва, как и тот парень. Ты здесь не из-за этого, что тебе их жаль. И мы оба это знаем. Просто скажи мне, что происходит. К чему это ты все устроил? Потому что ты потеряла над всем контроль, ты позволила Эми манипулировать тобой. В твоей семье бардака, психологическое свидетельствование провалено. Знаешь, как много советников хотело, чтобы я тебя уволил? Она уже не та. Только время зря теряем. Но они ведь не знают, на что ты способна, верно? Не слышали про операцию какую-то там? Тебе просто нужны... правильные условия. Вот. Вот мы и здесь. Какие нахуй еще условия? О чем ты говоришь? Ты реально думаешь, что я во все это поверю? Это правда. Поздравляю. Ты доказала, что того стоишь. Найди себе кого-нибудь другого, Пит. Портал открыт. Что? Это правда. Заработал примерно 25 минут назад. Мы не знаем, как долго он будет стабилен, но он же готов и приступать. Нам нужен лишь кандидат. Ну же, Хьюз. Это оно. Шанс всей нашей жизни. Разве ты не хочешь знать, что находится на другой стороне? Портал заработал. Подождите-ка. Какой нахуй такой портал? Тот, в который мы зашли? Я уже устал тебя ждать. Где тебя носит? Я в офисе. Слушай, у меня совсем мало времени. Мне нужно кое о чем с тобой поговорить. В смысле? С тобой все в порядке? Да со мной это все заебись. Но у меня появились срочные дела. Придется уехать ненадолго из страны. Ну, я думаю, это окончательно поставит точку в нашем браке. О чем ты говоришь? Я отправляюсь в командировку. Давай ты придешь домой, и мы все обговорим, ладно? Блядь, ну у меня времени нет. Понимаешь, Дэн? Портал скоро закроется. У меня даже нет времени на то, чтобы покинуть офис. Ты серьезно? Опять отправляешься над службой в горячие точки? Да если вот чем ты занималась в это время. Срочное дело, да? Но сама не говори, что происходит. Поверить не могу. Давайте признаемся. Да, так и есть. Как ты сможешь с нами так поступить? Как можно быть такой эгоистичной? Эгоистичной? Да я делала все, чтобы тебе было нужно. Ради тебя я бросила все. Мою жизнь. Мою репутацию. Как думаешь, новое «Я» мне нравится? Я так жить уже не могу. Так это теперь я во всем виноват? А как же я? А Дилан? А с ним что будет? Я не знаю, Дэн. Мне правда нужно это сделать, понимаешь? А когда я вернусь, мы обо всем поговорим. И когда же ты вернешься? Ах, да. Ты же не можешь мне сказать «да». Может завтра, а может никогда. Довольно с меня, Мина. Мне это все надоело. Я лезь из кожи вон, чтобы сохранить семью. Это несмотря на долгие смены. Эти твои выходные. И что я получаю взамен? Ну, правда. Ты думаешь, я глупец? А там наверху на лестнице Дилан сидит, и он это все прекрасно слышит. Так, ну ты успокойся, что ты завелся-то в самом деле? Я серьезно говорю. Ты меня за олень одержишь? Может, оно так и есть. Да, оно, кстати, так и есть. Если сегодня уедешь домой, можешь не возвращаться. А чья хата-то вообще? Его, ее или наша? Надо разрядить обстановку. Ты это не всерьез. Послушай, мне уже пора. Я им нужна. На меня надеются. Что ж, надеюсь, оно того стоит. Потому что ты разрушила эту семью. Вот и все, ребята. Она сделала свой выбор. Карьера оказалась дороже. А чем это они таким занимались? Портал. То есть здесь, получается, у них под землей есть еще один точно такой же портал. Чуть-чуть я не догоняю. Ну, сейчас спустимся и, наверное, догоним. И он, получается, каким-то образом активируется, когда активируется другой портал. Очень все странно. Очень все странно. И нихуя непонятно вообще, что происходит. Что за портал? Куда он ведет? Блять, Мина, ты можешь пошустрее? Не томи. Нам пиздец всем как интересно, что же там. Мне еще интересно, а как тогда наша Донна переместится тоже в тот мир? Ну, ребят, я как и говорил. Я, правда, думал, что они все из больницы каким-то образом переместятся. А каждый по-своему. Но мы все будем в другом мире. И я думаю, что Донна переместится, зайдя в дом к нашему лысому чернокожему парню. Где-то у него там в шкафу, наверное, будет этот портал. А на меня какой-нибудь скафандр что-нибудь вообще наденут? Мы же не знаем, что нас может там ждать. Я рад, что ты согласилась, Хьюз. Ты мне очень нужна. Я уже прочитала сводку. Задание по эвакуации объекта. Но откуда нам знать, что она жива? Не понял. Почему нам? Потому что по-другому и быть не может. В сводке говорится, что она пропала 38 лет назад. Ей тогда сколько лет было? 16? Она с кем-нибудь встречалась? Это не важно. Я хочу знать, где она была все эти годы. Я ее вернул, сэр. Задание будет выполнено. Именно это я и хочу слышать. А если я не вернусь? Я выполню нашу договоренность. О твоей семье позаботятся. Ну хорошо. Не забывай, Мина, мы с тобой вершим историю. Если переход сработает, кто знает, к чему мы еще получим доступ. Ресурсы, технологии и культура. Задание по спасению – это лишь первая часть плана. Вот он, следующий фронтир. А теперь покажи им, из чего ты сделана. Вы поняли, ребята, что, оказывается, произошло? Нет, вы поняли вообще, нет? Или вам объяснить? Та самая девчушка в самом начале, в самой первой серии, которая пропала 38 лет назад, зайдя в этот портал. Все это время, все это время, мы пытались туда проникнуть. Куда туда, непонятно куда. Короче, в какой-то мир, который открывается с помощью вот этого вот портала и можно через него туда проникнуть. И вот настало то самое время. Мы должны ее найти, вытащить и узнать, что это за мир. Вот чем занималась эта организация. То есть, получается, эти порталы, они вообще разбросаны, что ли, по всему Лондону? Очень странно. Откуда тогда вопрос у меня взялся портал в лавке этого вейпера? Ну, спасибо, что хоть скамфандр мне дадут. Мониторы в режиме записи. Показания в норме. Окружающая среда окажется стабильной, вплоть до горизонта. Показатели гравитации, электромагнитного излучения и радиации в пределах предсказанных норм. А что-то типа оружия вообще будет? Ведь неизвестно, с какими там существами и сущностями мы можем встретиться, правильно? Температура снаружи 64 градуса по Цельсию. Нихуя там жарко. Я чувствую восходящий поток от аномалии. Система охлаждения исправна. Так, хорошо. Вроде удобно. Бля, сколько же он весит-то? Нихера себе тут портал. Да сюда целый самолет можно спустить. Ну вот и всё, ребят. Ещё одну отправили туда. Ну и теперь давайте взглянем на Донну. Потому что ей в этом мире оставаться никак нельзя. Чё это она отделится от всех остальных? Не-не-не, ни в коем случае. Только как она туда попадёт? Вот это уже хороший вопрос. Смена ролей. День за днём летят. Посуда не моется. Срача становится всё больше. Вещи мы постепенно продаём, потому что нам тупо не на что жить. И в итоге мы остались в гордом одиночестве. Ни матери, ни сестры все нас покинули. Ну а что произошло? На самом деле хер его знает. Так, ну чё, где я? Кто я? Ну и хуй ты на меня смотришь? Просыпайся. А чё так недружелюбно-то? Хоть ты так со мной общаешься? Сколько вообще времени-то сейчас? Уже почти три часа. Ночи что ли? Что происходит? Нам пора уходить. Куда? Куда в три часа ночи-то я, блядь, идти должен? Домой. Так это вроде как и есть дом. У меня нет времени на твои вопросы. Просыпайся. Пора идти. Ебать, от этой игры вопросов нахуй становится всё больше и больше. И я до сих пор ни одного ответа вообще не получил. Что, блядь, здесь за дичь происходит? Почему я не дома живу? Что с матерью и с сестрой? Почему мы, блядь, ходим всё время за ним? Нахуй он мне вообще обосрался. Всё это очень-очень странно. Домой, ну, скорее всего, в этот свой зелёный мир он меня зовёт. Ну, пойдём. А чё за дырень-то тут? Чё, блядь, сделать не мог? А, ну всё понятно, он себе прорубил. Чё за фокусы? Это все те... Это все те, кого он сюда приглашал. Ты всегда вела себя как ребёнок. Интересно, а скольким ещё людям нужно было бы лучше, если бы тебя не было? Почему ты не навестила меня в больнице? Донна, я солгал. Я той ночью был в Сбеке. Мы сделали это в ванной. Кто они? Кажется, они меня знают. Да, но не так, как знаю тебя я. А теперь закрой глаза. Вы что, блядь, хотите сказать всё? Это был и был весь эпизод? Мы чё, ебанулись, что ли? Ну-ка подождите, ребята. Мне очень-очень интересно последняя глава по ту сторону галактики. Как последняя глава? Как последняя глава? Я не был к этому готов. Я не был к этому готов. Мы оказались на Марсе? Боже мой! Кто ты, чёрт побери? Ты чего? Ты ведь могла умереть! И не говоришь по-английски. Замечательно. Послушай, мне нужно кое-кого найти. Его зовут Саманта. Она похожа на меня, скажем так. Точнее, больше похожа на меня, чем на тебя. Ты выглядишь немного потерянной. Здесь никого нет. А здесь вообще имеется что-то вроде города? Какое-нибудь поселение, понимаешь? Большое место, много жителей. Ты знаешь, busy place. Many people. Я направляюсь в Колд Харбор. Если твоя подруга жива, то она точно там. Походу, это и вообще единственный город, который здесь есть. Давай, поднимайся. Пойдёмте за ним, у нас выбор-то особо нет. Уведи. А чё, пешком, что ли? Ты только погляди. Всё снаряжение уничтожено. Ни воды, ни еды, ни оружия. Сама я в пустыне на другой планете. Да ещё и иду за фиолетоволикем. Чего, блядь? Ну, раз уж у меня здесь попался, туда ближайшего поселения точно недалеко. Ну, в принципе, логично, потому что, ну, я не думаю, что он бы пешком тут гулял. Если бы был вдали от города. Хотя на горизонте вообще ни хера не видно. Может быть, он путешественник. Знаете, вот эти вот ходоки. Рюкзаки, блядь, возьмут и хуярят, блядь, 200 километров. А как мы действительно-то без воды? Ладно, без еды человек чуть дольше может прожить, но без воды это ж вообще безобразие. Тем более, что в пустыне. Может, нам этих змей поймать как-нибудь? Сделать из них воздушного змея и побыстрее добраться. Наступила ночь. И у нас привал. Чем кормить-то будешь фиолетовый? Здесь так спокойно, согласись. Вот так спать под звездами. Будь всегда на чеку. Это место кишит теми, кто заживо съест тебя, пока ты спишь. Словно обратно в Афганистан попало. Боже мой, что это? Прямо как 9 лет назад. Это, считай, вся жизнь. Ты будешь первой охранять нас. Если меня кто-то начнет есть, избавь меня от мучений. Как же хорошо, вновь вернуться в дело. А вот и город. Вы посмотрите, у них даже железная дорога есть. Это ваша дочь? Мистер? Эй! Вы меня слышите? Это ваша дочь, спрашиваю, ебаный в рот. Знакомая? Двоюродная сестра? Куда мы едем? Она говорит с нами. Хватит задавать надоедливые вопросы. Получается, вы не отсюда. Ну да, логично. Но я уверена, что вы меня понимаете. Разве я не права? Она не ваша дочь, так ведь? Это же сразу понятно. А что вы делаете в компании несовершеннолетней девушки, которая вам не дочь? Едете с ней в Коулд Харбор? Или хотите ее продать? Слышь, ты че доебалась-то? С меня довольно. Что за черт? Что ты только что сделал? Куда она пропала? Что? В смысле? Я же тут сижу. Нет. Так ведь не должно быть. Это так не работает. Ты не должна ничего помнить. Это что, блядь, за трюки такие? Похоже, она стала адаптироваться. Ты такое со мной уже делал? Или с кем-нибудь из тех, кого я знаю? Тихо! Про это мы больше разговаривать не будем. Я ясно излагаю? Донна, тебе все понятно? Вот теперь, кажись, я понял. Он, скорее всего, когда мы были еще у себя на планете, он стер нам память, поэтому мы ни хера и про мать, и про сестру, и про всех никого не знали. Поэтому мы так спокойно жили у него под землей. И типа считали, что это наш дом. Допустим. Ебать, как тут все, конечно, закрутили. Это просто кошмар. Ну давай, Джон. Хоть ты-то по-адекватному тут себя веди. Что это за место? Ребята! Я там случайно жетон проебал. У вас не найдется случайно еще одного запасного? Я от владыки вейпа! Пропустите меня! Стоять! Пропуск! Что? А, эти жетоны, секунду. Где-то у меня один такой лежит. Вот. Отлично. Ну, обратно меня, конечно, не пустят. Нет, подождите. Эти ведь жетоны должны и здесь быть? Фрэнк, надеюсь, ты здесь. Эти жетоны, по идее, должны быть и здесь, поэтому нам нужно обязательно найти, чтобы вернуться. Ну а что будет дальше, ребята, уже на этой планете, в этом новом, неопознанном нашем мире, мы узнаем в следующей серии. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.